Дорогие братья и сестры, Рочестер, нашей церкви, я вас сердечно приветствую сегодня, в этот день, словами Иисуса Христа, мир вам. Сегодня запись необычная, обычно я привык писать ее с церкви, а сегодня благодаря брату Андрею Пеляк и его жене Ольге, они посетили меня, мы делаем запись из моего дома. В жизни нашей не всегда мы готовы принимать от Бога все, что мы хотим, но сегодня я хочу поблагодарить Бога и вас за молитвы, за посещение, за все, и попросить вас, чтобы вы молились дальше за меня, в эту среду мне будут делать операцию, за брата Мишу Саган, он тоже будет на процедурах, чтобы ангел его, охрана его и благословение его было с нами. А что касаясь нашей жизни, хочу оставить вам одно пожелание, что учит нас Библия. Сегодня многие проходят трудное время, болезни, переживания, и мы не всегда с этим согласны. Давайте посмотрим, что говорит Библия. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих говорит, всегда радуйтесь. Вы знаете, тяжело радоваться, когда тебя что-то болит, тяжело радоваться, когда не все получается, но христианин, который имеет надежду на Бога, он должен быть всегда радым. Дальше 17 стих говорит, не пристанно молитесь. Вот здесь как раз секрет. Когда мы в молитве, мы принимаем все, Бог дает силы, Бог проводит, Бог благословляет. Поэтому, дорогие братья и сестры, благодарите, радуйтесь. И вот здесь последний стих говорит, за все благодарите. Вот когда в нашей жизни мы принимаем все с благодарением, а это нелегко, Господь видит, дает силы и укрепляет. Поэтому давайте в нашей жизни, пусть вот эти места Писания, я говорю, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Будет очень важная часть в нашей жизни. Господь нам поможет пройти и благословит. Еще раз прошу вас, молитесь за меня, за брата Мишу. Благодарю за все посещение. Да будет мир Божий у вас, в ваших домах, в ваших семьях. Сердечно благодарю за все. Будьте благословены.